Валерий Константинович, здравствуйте. Проблема со всходами вишни и чересни в 19-м году. В вашем вебинаре номер 12 вы показываете сообщение о Дмитрии. Он сообщает, что у него не взошла ни одна вишня после статификации 2 месяца. И он грешит, что слишком мало статифицировал. Так, у меня ситуация обратная. Внимание, ребята, кто меня не слушает. Я брал в руки статификации и справочника о проращивании покойщих семян 1985 года Николаева. Кстати, могли бы и любой справочник, там будет то же самое. Вот, черешня 5-6 месяцев при температуре 3 градуса, дливочная 3-6 месяцев при температуре 3-5 градусов. Ну вот он и брал. Теперь смотрим. Сейчас мы подробно обводим, почему. Я хочу потом сделать отдельный фильм. Вот, и вы видите, что проблем около 10. Вот этот срок только один из них. Тем более, что это. Итак, у меня в сыром песке в холодильнике косики вишен и черешни проезжали 145 дней. При температуре 3 градуса это почти 5 месяцев. Так вот, сразу я забегая вперед скажу. Они не пролежали во 145 дней. Они перележали. Ну, давайте смотреть. Вишня Грюковская с генами черешни. Родина какая? Правильно. Украина. Я туда привез. Вишню Жуковскую. Так, теперь. Ну, черешни еще южнее. Давайте вспоминать. Для чего... Извините за нудный ответ. Потому что иначе... Ну, не обязаны вы мне верить. Вот, человек. Это же все делалось, как она считала нужной. И цифры вот эти соблюдались. У нее. У нее так получалось. Но есть еще 5-6-7 факторов. Вот в чем дело. Поэтому давайте уж обстоятельно. Итак. Украина. Да. Естественно, на Украине лет 300-500 назад, возможно, и близко не было. Вот. Но это уже точно граница. В России уже... Подчеркиваю. К России это уже не относится. Но. Какой у нее срок? Там, допустим, зимний период. Вспоминаем Германия, Польша. Зимние чемпионаты по футболу. Газоны, правда, хреновенькие или искусственные. Но, в всяком случае, играет в трусах. Вот. Короче, вот эта цифра, она не удерживает критики. Вот. Поэтому цифра должна быть гораздо меньше. Теперь. Она лежит-лежит. Температура 3-4 градуса. Так. И ей пора было где-то через 67 дней, то есть в два раза короче, сходить. А когда исполнилось 5-6, то есть в 67 дней, я про лишний, через что я сам не знаю. Никогда не порачивал. Но вишня тут я, это самое, собаку съел. И вот, значит, она культурная вишня, пролежала 67 дней. И какое-то время она должна попасть в грядку. Почему? Сразу говорю, срок для вас, друзья, высадки. А дальше отсчет идет обратный. У одних цветут деревья, у других снег лежит. Естественно, я не говорю, что марта, апреля или май. Я говорю, обратный отсчет. Это значит, что как только у вас из-под земли полезли, ну, травка, допустим. Вот в этот момент высадите. Но после, еще раз говорю, 45, то есть 67 дней. А так как она оставалась в холодильнике, лежали, 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 пошли на второй срок. Все. Поэтому и не взошли. Вот. Или плохо взошли. Ну, черешня я пропускаю. Вишня вовольская скороплодная. Два месяца вылазит все 100%. Но уже это когда ее не осенью на статификат закладывают, а почти весной. Те же пара месяцев. Теперь. Значит. Человек пытается понять. То есть он, как бы сказать-то, анализирует. Так, ну, плохое понятное, черешня Боднера. К нему тоже относятся к вишня. Знаете почему? Потому что Боднер когда-то районировал, громкое слово, но именно из магазинных косточек. А тогда к нам черешня поступали или из Средней Азии, или из Болгарии. Вот даже с Украины не поступали. Вот. И вот с этих косточек. Ну, естественно, что у них стратификация зима соответствующая. Вот. И если там зашло две косточки, ну, повезло. Так. При этом абрикосы сливы зашли хорошо. Так. Ну, мы сейчас к этому вернемся, к абрикосам. Несколько вариантов. Ну, вот он пытается понять, что случилось. Я ему уже срок назвал. Вот это ошибка. Самая главная. Вот это вот самая главная ошибка. Справочник. Вот. А это он молодец анализирует. Смотрите, что получается. Вот. Киселев. Да. Я специально оставил все его данные. Что это живой человек. Что я ни за кого ничего не выдумываю. Имея, в общем-то, небольшое количество. Составил таблицу. Давайте смотреть. Она нам еще больше поможет разобраться. Итак, абрикосы. Ну, из трех коточек две взошли. То есть, две трети взошло. Прекрасный результат. Я поздравляю его с закладкой абрикосового сада. Дальше будет легче. Самое главное было прорастить. Обратите внимание. 74 дня. Сорчей срок. Мой срок. Ладно. Пойдем дальше. Смотрите. 145 дней. Все вишни и черешни. Степная всходит легко. Волочная всходит легко. Жуковская всходит легко. И черешня Боднера. Я никогда не... Вот чего единственное не знаю, то он не знает. Ладно. Результат 5%. Ошибка вот здесь. А потом уже про влажность поговорим. Слева у сирийской желтой. Дальше почти счастливый. Результат почти половина. Но терпимо. Смотрим, сколько лежало. 148. Моя цифра 90-100. Уже ближе. Так. Вот видите. Уже ближе к моей цифре. И уже всхожесть прошла. Вот. Но она вообще оттуда дум. Вот эти сливы. Они... Дело в том, что... Откуда вот эта цифра? Я... У меня-то всхожесть неплохая. Я ниже покажу, да. Ну, процентов под 90 обычно. Тут 42. То есть у меня скорость в два раза выше, чем при 148 днях. Вот. А у меня где-то 90-100. И вот получается... В чем дело? Уссурийская. Вот эта вот синяя филета Китайка. С универа Востока. С Китая. Так. Вот. Но ясно. Попали они в Россию? Попали. Попали они на юг, допустим. Там тот же Уссурийский край, в том же Приморье. Ну, извините. С юга. Вот. И, естественно, раз с юга, вот это многовато. Многовато. Вот. Ну, и, наконец, груши. Груши 10%. Все на обратной картине. Не знаю, как там справочник помог, не помог. Но вот здесь вот половина срока всего. Ну, не половина. Надо бы где-то 60-70 дней. Полтора раза больше. Так. Сходность была бы лучше. Здесь сильно мало пролежало. И, наконец, я хочу в целом, вы уже поняли, самый смысл. Я что хочу сказать? Нет. Я лучше буду с помощью фотографии показывать. Итак. Чтобы не сказать, что я болтун. Это абрикосы. Это те же абрикосы. Но я воспользуюсь случаем. Для чего? Чтобы показать, что хотите, выращивайте это сыновья. Сыновья манджурского абрикоса, получается. Они гибридные. Неплохие. Не раз показывал. Неплохие плоды. Ну, это как автомобиль Жигуль первой модели. Но хотите иметь Мерседесы, пересаживаются. Осенью обрезка. Приживаются. Это обрезка, пересадка. Ни одного случая в моей жизни гибели. С одной стороны, выносливо. С другой стороны, вот эта обрезка. Принципиальная обрезка. И потом прививка. Вот. Сливы. Ой. Эти самые. Груши. Схожесть груши уссурийских. Нормально? Значит, не болтун. Дальше идем. Волочная вишня. Видели? Такое впечатление, что посадил 500, а получил 1000. Вот это вот такая скорость волочной вишни. То есть, за моими словами стоит опыт. И, ну, и, наконец, вишни, которым еще черешню я не разножал никогда таким способом. А вишня сибирская штамбовая, бывшая, Владимирская, слегка одичавшая, она, ну, я ее не пророчил уже лет 20, один раз пробовал. Нормально взошла, но тонкости забыл. Ну, и, наконец, уссурийская слева. Скажите, жидковато. А что делать? Проворонили момент самый. Там часть уже была, знаете, какие. Ну, потом покажу. Теперь Павел Троценко. Тот самый из этого самого вся королевская арать, из золотого моего списка. Те, которые должны в этом возрасте уже заниматься настоящей работой, научной работой. В крайнем случае, учитывая порядок, честность, работоспособность дикую, мозги на месте, грамотность. Ну, хотя бы чиновниками, которые стали ругательским словом. Так, теперь, значит, вот он мне пишет. Ну, и все крутые наши компьютерские ключи нашего руководителя, Антона Валерьевича Сафронова, все стали садоводами. Все заболели. Вот Павел Троценко пишет. Тоже стал садоводом. Напоминаю, редактор моих книг, мой помощник. Дело в том, что я изучил практически все ваши материалы, и все равно сгною косточки. Заметят, сгною. Вот. Там были варианты, помните, высушил и так далее, перележали. Некоторые люди покупают, скажем, на 10 тысяч рублей косточек, потом все сгнивает, и они винят вас. Несмотря на то, что они сами виноваты, как в моем случае, теряете от этого вы. Так как эти люди расстроены, вдалежь у вас покупать ничего не будут. Жестокая правда. Знаю, что вы отправляете им фильмы о выращивании косточек, но, наверное, этого недостаточно. Может быть, какие-то инструкции вам вкладывать бандероли, акцентировать внимание на ошибки. Сейчас вы встанете на мое место и поймете то, что я... Во-первых, каждый раз, когда мне добавлялись дополнительные вопросы, не пора ли высаживать, я всегда... Это стало моей, это сказать, идеей, где это... Фиксы. Я говорю, смотрели вот этот фильм, вот этот, вот этот. Это все про сертификацию и про посадку. Первые два – это подробнейшая посадка. Вот они. А потом сертификация, сертификация, сертификация. Раз, два, три, четыре. Вот. Знаете, что отвечает большая часть? А мы не смотрели. Вот. Теперь, потом поймете, где типичные ошибки, что из этого выходит. Уже кто посмотрел, у них не будет 100% схожесть, но 50% тоже гарантирую. Ладно, идем дальше. Смотрите. Вот это вот все с одного дерева. Это маньчжурский мой абрикос. Патриарх тот самый. Вот. Я написал слово сорт, чтобы... Сейчас будет много этих. То есть, мы будем смотреть со всех сторон. Это все надо знать, особенно тем, кто собрался зарабатывать. Помните, вопрос был. У меня сколько нужно, я говорю, гектар, а сколько нужно на нем посадить, я говорю, столько. А это же все деньги, а если все вот так будет, как вот на этой фотографии. Эту фотографию я сделал в своем саду. Вот. На второй год пусть только они упали. Вот. Ну, смотрите. Я, в данном случае, мы это все изучали с вами, помните вебинары. Я уже на другую тему. Я о том, какой у них характер. Одни не выдержали, сгнили. Условия абсолютно одинаковые. Все под одним тоже снегом лежали до весны. Одни сгнили, а другие, одни почти в рост. Третья что-то думает. Вот. Четвертая догнивает. Большинство пропало. Так нет. Это при том, что еще не закопаны. Значит, что получается. Каждый сорт имеет свои особенности. Тем более, что если они с одного дерева, показали все разные характеры. Теперь откуда взялся этот характер? Сейчас я вам ниже покажу, откуда. Итак. Рядом растет королевский. Вот рядом с этим. Скажите, не опыляют друг друга? Ну, кто-то будет смеяться, если я назову слово, допустим, телегония. Вот. Ну, это тоже же проходили, да? Вот. Какая? Самые мелкие и одни из этих самых мировых лидеров, да? Королевской Франции. Вот. С другой стороны от него растет академик. Вот. Ну, ни один академик уже не признают за академик. Вот. Ну, ясно, не из магазина. У нас такие не продают на рынке. Сливы продают. Вот я вешал сливы до 140 грамм. Абрикос таки крупно к ним не поступает. Вот. Это мое родное. Это видели на деревьях. Вот. А вот с этого, с Дальнего Востока, там совсем другой климат. Вот. А потом получается вот это вот. 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 Жилье рядом, как в одном общежитии. Я называю смешанный сад. И испортен сорт. Интересно, что это Николай Искордеонов. Там так, ну, иронично. Не то, что железо сорта портит. Ну, иронично, ясно. С одобрением, не подумайте, что. Вот. Ну, действительно, нет. Условия разные. Нет, условия одинаковые. Даже один сорт. А теперь этот поработал, этот поработал. А это вообще у него, это тройной гибрид. Вегетативно-семенной. Нет. Вегетативно-перекрёстно-пыляемый. Ну, короче, там здесь королевский замешан. Вот этот. Вот этот. И вот этот. Папа вот этих самых. Вот это Фаина, та самая, да? Вот она. Вот, видите. Похожий? Нет. Я, кстати, Елена Александровна, вы, может, сегодня не увидите. Вы же всё-таки в командировке. Вот. Пожалуйста, это. Как нам нужен человек, который вот это воспримет, не с подозрением, не это. Вот. Я приводил этот пример. Выступает сотрудник или директор ботанического сада. Региональная конференция проходила в Иркутске. Мне прислали ролик. Значит, ему задают вопросы зала. Как вы относитесь к директору и директору Железова? Ответ. Это есть в ролике. Это не шутки. Знаете, какой ответ? Правильно. Значит, научное сообщество этого не это самое. Не то, что не, как сказать. Это, это, не сказал, что не понимает. Слово так. Научное сообщество этому не верит. В общем, нету вектриногрязации. Но это и не я придумал. Вот. Кудина, Марина, подтвердите. Я же это самое. Вас представлял здесь, как человека, который выступил на конференции, не побоялся, выступил с технологией Железова. Так. Так, ладно. С этим понятно, да? От сорта зависит. Температура. Температура там упоминалась 3-5 градусов. Выдержать ее в холодильниках невозможно. Почему? Дело в том, что вот эта дама, которая создала справочник, она смогла обеспечить там 3-4 градуса или сколько там, постоянно. В холодильнике попробуйте удержать. У стенки, я сам попробовал, замерзает. У передней этой самой распускаются. Ну, прямо даже на месяц раньше, чем еще бы полежали. Ну, уже средственные косточки начинают распускаться. Даже в одном холодильнике выдержать невозможно. А теперь, что такое хранение у Железова? Итак, погреб. Видите? В начале. Здесь температура очень высокая. Только к нулю опускается только в середине зимы. А когда закладываю, тут 15-18 градусов. Ничего. Кто знает, мои косточки прекрасно хранятся. Проветривание. Курдюмов подсказал, кстати. Я тоже учусь. Вот. Я не всезнайка. Ну, время от времени проветривание. Вот. И хранятся в сухом виде. Закладка. Как можно раньше. То есть, если... Видели в фильмах, как ковыряют мои семена. Абрикосы в конце июля. В начале августа. Уже подвержены гниению. То есть, упали. Потом их ковыряют. Отделяют полусгнившую мякоть. Потом моют. Потом сушат. И сразу вот. Всё. И фактически. Помните намёк какой? Стратификация началась. Ну, назовём её полустратификацией. Потому что в сухом виде. Стимула для просыпания пока нет. Дальше. Эти так и лежат. Там они стратифицируются в этом же погребе. Это Сергей Железов делает. А вот это вот. Я перевожу в город. Начинаю уже с сентября. И начинаю вам продавать. Вначале. Пасуется по 10 штучек. Небольшими порциями. Потом снова. И по мере распродажи. Пополняются эти же банки. Вот. В сухом виде. Наконец наступает январь. И я тогда занимаюсь. Чем? Я занимаюсь сертификацией. В начале январь. Ну, это те, кто будет сухие. Чтоб вы знали. И как-то сложно сделать инструкцию, чтобы вы поняли. В январе начинаю эту работу. В начале с ливы. Причем я знаю. Накиды. Смотрите. Первый палец. Февраль. Второй март. Третий апрель. Получается. Как правило. Заказывает и высаживает. На границе апрель-май. Вспоминайте. Майские праздники. Вот. Много выходных. То есть под эту я подстраиваюсь. Не под всех. Далее случается следующее. Человек получает этот сигнал. Допустим, он отправляю я с этим, как сказать, без этих шуток, без схожести. Получает. Вот это идеально. Идеально. Вот. Но начинается самое страшное. Вот человек, я не могу подстраиваться, допустим, под Тюмень или под это самое, под... У меня и Сочи заказывают. Вы поверите, нет? Сочи, Одесса, Анапа, клянусь богом. Сочи, Одесса, Анапа, Адыгея. Так, Северная Осетия, Кабарда. Ну, ну, куда южнее-то? Вот. Заказывают, ну, там-то надо быстрее. А в Тюмени снег лежит. Да еще метровый. Вот видите как. И вот получается так, что под конец всего несколько советов дам общих. Ну, типа, не ложите в одну корзину. А так получается, что вот этот сигнал пора высаживать, а у вас еще снег лежит. И тут начинается самое противное. Первое, несколько проснувшихся косточек, как правило, 2, 3, максимум 4, высасывают всю влагу. А фильма вы не смотрели. Вот этих. Так. Ну, ладно, не буду их не встать. Нет, все-таки лишний раз покажу. Фильм вы не смотрели. Вот. Вот они. И понятия не знаете, не все, а многие из вас, что высосав влагу у двух, трех, редко четырех косточек, а в талени взойдут никогда. Почему? Потому что у вас снег, а вы продолжаете хранить все еще в это самое, в этих же пакетиках. Ладно. Получаю две фотографии. Вот одного из вас. Это обстоятельные люди. И деньги затрачены немалые. Вот это я понимаю. А здесь еще и градусник вот он есть. Видите? Вот это уже серьезные люди. Перепаковали. Ради десяти штучек вот уже сколько это самое. Так, идем дальше. Сроки. В принципе, про сроки я сказал. Но еще надо кое-что уточнить. Сроки еще зависят не только от температуры. Вот не зря же там до 150 дней полежат. А я сейчас сказал. У вас выдержать такую температуру, как дама, которая написала этот самый, как он называется, этот справочник, вы не можете. Вы будете хранить или в погребе, а там температура не бывает ровной, или в холодильнике, в которой 20-40 дней за день вы хлопните дверцы, напускают туда тепло. Вот что надо делать? Следить надо, во-первых. Вот это ждет некоторых из вас. Это у меня. Это уже вот эта фотография сделана. Вот это фактически вовремя. Так. Вот это сливы. А вот это вот месяцем спустя. То есть уже выбрасываем. Ну, не продано. Вот это тоже. То есть говорить, что я выслал сухие семена, у меня единственный случай такой был. Я тут же пишу, возвращаю деньги обратно. Почему? Потому что ни одного упрека в моей жизни не должно быть. Допустим, я честный человек. Ну, доказать не могу, значит, возвращаю деньги обратно. Вот это, как правило, происходит своими семенами. Вот. Теперь, ну, я еще не все сказал. Значит, если 5 градусов, 6, а семена уже статифицированы, то зайдут раньше. Если там будет градусов 8-10, ну, в тепле вы вряд ли будете хранить, вот, 8-10, то уже вместо, там, 2-3 месяца, допустим, абрикосы, зайдут через месяц, через полтора. Вот. Еще не смертельно. А вдруг там снег. Значит, смотрим, разбираемся дальше. Ландшафт. Вот эту вот фотографию я делал в Червушках. Вот. Просто показать... Стоял на дороге. Вот. Просто показать крутизну. Вот. А она мне пригодилась для чего? Там горы. Но горы очень хитрые, своеобразные. Думаю, да, это не только Червушка. У нас горы Айдая, Караки и прочие там эти разные лага. И там интересно так, что у одних вот сюда солнце бьет, так, здесь уже цветочки цветут. С той стороны снег лежит. И там тоже дачи. Вот и учитывайте это тоже. Тоже. Ландшафт очень важную роль играет. Потому что есть южный, северный, сходный. Есть еще восточный, западный. Восточный холодный, а западный самый жаркий. Видите как? А это скажется на скорости. А где-то, вы ждете, снег сойдет, сойдет, сойдет. Пошел третий месяц. Не обязательно они так зайдут. Вот так вот. Не обязательно, нет. Они, если вы выдержите, честно, как справочники, 3-4 градуса. Вот чеки же не взошли. Так? Вот. Или мало зашли. То получается, что они пропустили срок. Все. Вот она сухая, она садить надо было в апреле. А вы посадили в мае и не всходят. Вот. А вы еще прикинули, да, вы заложили цифрикацию. Ну, допустим, где-то в ноябре. И начинаете отсчитывать эти же самые 5 месяцев. Декабрь, январь, февраль, март. Ага. Нет, допустим, это самое. Таким образом, что шестой палец и пятый шестой палец загибаете уже в мае и июне. Посадили, все по справочнику не взошло. Отсчет идет обратно. Вы должны знать, когда у вас первые листочки, ой, первые эти из-под земли появляются. Вот тогда и садите. Вот она верная примета. В это время все распускает. В это время поступает команда с неба. Про небо мы еще поговорим не раз. Идем дальше. Ландшафт важную роль играет. То есть, вот одна банка. И варианты я в целом округляю. Здесь зашли, там не зашли. Или какой-то месяц. Или другая банка. Срок сертификации сдвинут на месяц туда или сюда. Тут не зашли, там зашли. С той стороны, где снег лежит. То есть, где на месяц позже оттает. Вот это ландшафтная проблема. Еще не все. Почва. Ну, на исторической родине, друзья мои, почва предназначена для семечек. То есть, в одном месте посадили. Ничего, ни одна не взошла. И с этой же банки, подчеркиваю, точно до секунды. То есть, засыпано было в одну банку. Все совпадает. Все, все, все. На другую почву зайдут все. Это и имеет место быть. Раз. Что касается состава почвы. То есть, это касается почвы самой как таковой. Так. И это касается, чем была эта почва. Фактически, это та же, как что почва, что она оба слова подходит. Потому что я вам уже сто раз об этом говорил. У вас получается так, что если до горизонта там десятки километров за 20 дней, когда съели последнюю овцу, 30 лет назад ее съели и не выросло ни одного дерева, ни одного саженца до горизонта, значит, нечего там и сад садить. Понимаете? Вот. Там лежат миллиарды семян, триллионы семян. Если бы вы видели, как пылят сосны, это ужас какой-то. Такое рассочительство. Ну, это я так, как бы, эмоция из меня вылезла. Эмоция. Так вот, посадить уже саженцами. А садить непроросшие косточки, значит, нарваться опять на А. А мы же не знаем, что было раньше. Вот стоит город, вот Савиногорск, на той стороне, там, где у меня Красный Хутор, да, да, и где этот самый, Шушенский район. Там прекрасно, там все великолепно. Там такая клима, там такой замечательный этот самый, Сосновый Бор, Савинский Бор. А на этой стороне, черт из два, степь, и город поставлен прямо посреди степи. Геопатогенных зон моря. Уж я-то в этом разбираюсь. И везде геопатогенная зона, что бы вы ни делали, а они есть, практически я их находил. У нас предгорье, у вас, у кого неудачи, я не знаю. Но в нашем предгорье, геопатогенные зоны, встречаются кусочками, так называемые гипломеста, практически в каждом 10-20 соточном участке. Редко мне это самое, удавалось не найти. Проще найти. Вот эта вот почва, это еще одна проблема. Поэтому в такую почву надо садить или саженцы, где накануне ничего не зашло, или уже проросшими косточками, тогда они пойдут расти. Если проросли, без сигнала с неба. Сигнал с неба поступает, когда, поступают эти самые, семена в новое место. Без команды не сходят. Вот. Программа так устроена. Как бы не смешно вам казалось то, что я говорю. Проверено оно тысячекратно. Далее. Геопатогенные зоны еще можно выявить с помощью рамок. Но сколько я фильмов создал, сколько я рассказывал, как их делать, из длинных спид связанных, из электродов. Как легко научиться, как жили люди, то есть на тысячу человек, дай бог, если один владеет. Да какой на тысячу? У нас в городе, по-моему, у нас всего двое, на 70 тысяч, кто владеет ими. Но мы же не ходим по этим квартирам, не учим, как спасать от смерти и от рака людей. И на дорогах мы тоже этим не занимаемся. Не востребованы. И вот, значит, а семена все это понимают. Ориентируйтесь всегда по ним. Не взошли в подозрительное место. Влажность. Важнейший момент. Угадать. Иногда я... Может, я глупо сделал, может, нет. Но в одном из тех фильмов я упоминал цифры 6 к 1, соотношение влаги и... То есть это, соотношение песка к влаге. Вот. И 7 к 1. Вот в этих пределах. Потом зарекся, думаю, вот тут человек все сделает, как я сказал. Ноль схода. Опять гони монету обратно. Вот. Знаете, как неприятно это возвращать деньги, которых уже нет. Вот. И получается так, что влажность это важнейший момент. И мне представили вот эту фотографию. Это мои абрикосы. Вот. Как можно к ней отнестись? Я уже не помню. Несколько лет прошло. Так. Хранение было своеобразным, видите. Я так не храню. Скорее всего, это мох. Какой-то. Может, фагу, может, просто мох. Вот. И вот мне эта фотография нравится чем? Потому что тут две темы. Первая. Обратите внимание. Влажность, конечно, высокая. Даже глаза режет. Но одна вскнила, а две-то взошли. Опять возвращаемся к чему. Так. Кстати, крупненькие кучки. Маньчжурская гибридная, да? Согласны? Он уже это. Он гибридный. Я специально подчеркнул, что это маньчжурский гибридный. У него вон какие папы. А. Еще раз покажу. Ну, куда мне спешить? Бесплатные вебинары. Хотите, слушайте, не хотите. Все равно слушайте. Пригодится. Вот. Вот они, папочки. Вот они. Здорово, да? И вот, значит, это. Это я сейчас только обратил внимание, что подписывал-то не я, а тот, кто купил у меня их. Новый хозяин, да? Вот он пишет. Абрикос маньчжурский гибридный. Шестнадцатый год. Так. Крупные косточки. Глаз режет. Так вот, значит. Два взошли, один неизвестно, один сгнил. Я не помню, зачем он присылал. То ли претензии предъявлял, то ли похвастался, что вот взошли, но не все. Вот. Мне пригодилось для вас, чтобы влажность, будем считать, это самое, влажность, мы имеем в виду во время хранения. Вначале сухие, а потом влажные пески, это называется уже в холодное время, то есть в холодном климате, несколько градусов плюс. И, наконец, вторая влажность, это уже после высадки. Итак, большинство должно, вот это прям вот хоть час высаживать. Вот они сто процентов зайдут. Вот чем они хороши, еще мой дополнительный совет, уже не про всхожесть. Но если вы посадите на постоянное место, вот, не вздумайте уже в эти горшочки, чертова, есть возможность, садите на постоянное место, если уже земля хотя бы на два пальца таяла. Почему? Вы же будете делать холмик, а холмик, он так быстро высыхает, там так трудно, это, на ровном месте, очень легко сохранять эту температуру, влажность, да, определенную. Полил ее все, а холмик высыхает махом. А еще мой совет, не закапывать глубоко, представляете, ужас какой-то, а не совет. Вот, не закапаешь глубоко, он не взойдет. Я не шучу, но мы там пойдем пониже. Итак, есть влажность, прихранили, полюбовались. Я от человека поздравляю, надеюсь, что есть там, тут их, наверное, десяток добрый. Мы будем считать, что у нас он состоялся в 16-м году. Вот, и так влажность до определили. Влажность после. Дойдем до нее. А, уже глубина посадки, надо было еще мне про влажность после. Ну, тут можно обойтись без фотографии. Итак, влажность после. Это мой совет, садить на постоянное место на холмы. Если много, можем все-таки отдельной грядкой, школкой, с последующей пересадкой, но не всех, чтобы лучше все равно оставались на месте. Вот, там проще в школке, поливать легче. И, знаете, это, почему? Другая крайность, я не буду говорить, ниже скажу, там, где влажность, то есть нужно садить неглубоко, но при этом низко трудно выдержать влажность. И, получается, у заглубленных схожесть лучше. Когда спрашивают, что Железа в голову морочит, заглубленный схожесть лучше. Ну, ладно, смотрим дальше. Вот эту фотографию мне прислали. И вот Железа утверждает, вопреки авторам, уже неудобно фамилии называть, потому что уже, я уже надеюсь, сгорели со стыда и уже готовят статьи, что, мол, уже не то, что там мы были, мы ошибались. Не такие, кстати, ошибались, что Железу поправил, а просто не закапайте глубоко, потому что нельзя, чтобы там оставание штамба было под землей, что у них есть корневая шейка, она не должна быть под землей. Корневая шейка – это граница земля-воздух, она максимально выдерживает перепады температуры влаги. Потому что если есть коррозия металла, значит, точно так же можно считать, что есть коррозия и растений по Железу, ну, так скромно фамилию назвал, чтобы отличали от этих глупостей, типа закопать на 5-6-7 сантиметров. На 10 сантиметров учат, и лучше всходят. Вот саженцы, обреченные на смерть. То есть мы по какой теме проходим, глубина посадки. Вот эту фотографию благодарю, сейчас фамилию не вспомню, снимаю память. Человек, который Железово посмотрел, почитал, поверил, и вот он, персик, видите, откопал вот эту подземную часть. Теперь у него, когда он откопал, штамп стал уже не куском, гниющим от корня, не под землей, а штамп вернул свое назначение. Он снова стал штампом и даже выпустил запасные почки. Ой, когда-нибудь мы с вами доберемся. Вот, вы знаете, ну, так мне ведь все время на богословскую тему, ну, не буду, но я только одно скажу. Есть ли отдельная клетка, не саженец, который с помощью ДНК, то есть это одна молекула, это, ой. Короче говоря, то, чего нас заставили и приучили думать, что из чего получается дерево семени. Дерево получается даже из одной клетки. Это значит, что не было никакой, это самое, то, о чем мы привыкли говорить, дарвинизма, и не было никогда этого эволюции. А если была, то не миллиард лет назад, а триллионы лет назад. Вот, но это опять уведу во сторону. Итак, откопал он, спас клеток, а каждая клетка, это готовое дерево, в данном случае корни им были не нужны, но эти самые веточки появились. Вот, благодарю, благодарю, вот он отметил, где было закопано, где теперь у него, видите, вот, тут написано корни, корни, вот они вот тут, вот. Вот, а величайшая, да, возможность у некоторых растений, кстати, персика плохо, абрикосы не поддаются практически, слевы поддаются, те растения, которые имеют эти отводки корневые, это как бы сигнал, что они особенно, особенно яблони, и закапывают, и они вот тогда, вот эти же клетки выпускают уже, эти самые, не листики, не побеги, а выпускают корешки. Но в целом дерево гниёт, в целом дерево гниёт, и на один случай, если брать страну в целом, и советы дебильные закапывать поглубже, раз, по прививку два, и даже выше прививки три, то на один счастливый случай образования корней и выживания, посредительной болезни, приходится не сотни, а тысячи мёртвых. На каждый случай, вот это вы тоже должны знать, поэтому, вот это вот, святая глубина посадки, надо знать, дерево обречённое на смерть, дерево спасённое, дальше идём. Вот это вот, один из моих, как их назвать, основополагающих, ключевых фотографий. Вот. Я вам её показывал, коротко. Звонит, звонит, звонит. Женщина ей говорит, прекрасно растут в горшках, я немедленно с горшков высадить. Вы что, с ума сошли, давай на неё там это самое. В последний момент, может она помнит разговор, может нет, в последний момент я говорю, а на сколько вы закапывали, ей же пересаживать надо, будет из этих, они же пластмассовые. Она говорит, сантиметром на 5-6, как учили нас, а дальше книга, фамилия, которую я с тех пор терпеть не могу. Немедленно, говорю, раскопайте, пришлите фотографии. Как чувствовал, спасать будем 5-6. Они же в горшках-то всегда сыро. Это же, в земле происходит распределение влаги по всей, по горизонтали. О чём многие не знают. Вот. Всё время с домашним растением вот это вот путают, эти гордые, но хрупкие деревья, абрикосы. Вот она, видели? А, назвать фамилию, к кому я обращаюсь? Или уже это самое, всё-таки наберётесь наглости и смелости, откажетесь от своих этих самых. Вот. Вот это вот я называю наглядность. Что я имею в виду? Эту фотографию мне прислали, я когда-то свою демонстрировал, но я всё время стараюсь новой фотографией. Стоит только проклюнуться, и уже пора высаживать. Это просто как витрина. Человек сделал то ли специально, то ли не специально. Вот. Плохо трамбовал, но именно в таком случае я так определял сам, когда пора высаживать. Вот это вот наш главный враг. Многие говорят, посадил ваши котики, ни одна не взошла. Ну, когда семидоли под землёй, понятно. Вот эти котики говорят о том, что... Ну, это Сергей садил, это мышь съели. Я вам покажу фотографию, где эти же саженцы лежат на боку. Ну, как будто их пилкой для ногтей кто-то подпилил. Так вот, здесь эти на виду, семидоли были, раз, косточки. Это наш сад, моя фотография. Раз косточки на виду, значит, семидоли были на виду, значит, всё было хорошо, кроме одного. Их съели мыши. Так. Вот это имейте в виду. Вот. Ещё не всё сказал. Вот. Это вот, мышиная столовая. Объясняю. Меня надоумило не я. Это у меня так совпало. Вначале пришло письмо. Валерий Константинович, а ведь я зря там того, что это самое, может, не то подумал. Ваши-то косточки я нашёл. Садил-то он их, как это, как грядка, школка. А нашёл их в сторонке в нескольких метрах. В одной кучке лежали спрятанные. То есть, их мыши из них сделали кладовую. Собрали всё. Вот я к тому же, ещё раз говорю, я ещё не скрываю никогда. Когда садишь неглубоко, что может получиться? Может, глубоко сгниют. Неглубоко. У него-то, он же их всё равно, вот человек, который мне написал это, ой, который мне позвонил или написал о том, что мыши у него украли все косточки. Они же их унюхали, неглубоко были. А были бы глубоко, и цело было бы. Ну, что потом бы сгнило. Вы поняли, как трудно будет, если когда-нибудь, я ещё не всё сказал, но упреждаю, хочу что я вам объясню. Если когда-нибудь будет всё-таки, здравый смысл обладает, разгонят Академию наук с их дебильными программами, которые им же надо что-то выдумывать, вот и навыдумывали. Бедная школа. Так вот, значит, когда-нибудь, не дай Боже, вы представляете, как на АГ, а я вам рассказывал уже, помните, там это было как раз, поливать, то есть это, нужна ли влага для семян или не нужна, это было на АГ, кстати. Расчёт был на то, что человек догадается, догадается. Знать-то он не знает, что нужно, он в саду не бывает, никогда, может, не поливал, откуда ему знать, нужна ли влага для семян. А тут на АГ один из вопросов, нужна ли влага для семян. Вот, ну, может, сообразит, что сам воду пьёт, наверное, семянам надо. Вот, и вот получилось так, что я узнал новое, а у меня таких новинки нет-нет, попадаются, что мыши воруют. На следующий год, через год, через два, я уже не помню, у меня случился супер урожай. Вот, я всё собрал, раздавал, раздаривал, потом на следующий год у меня был слабый урожай, года я уже путаю, потом приходит снова урожай. Но я не буду дураком, мне что-то урожай должно хватить на два года, я же их храню так, что они сходят и годом спустя, и практически никто не жалуется. Но тут случилось, думаю, ну, дурак ли я, урожай хороший, я решил запастись и собрал всё. Вот. Я думал, что собрал всё. Именно вот под такими деревьями, вот помните, роскошные, вот это и есть королевский абрикос. Под ним не было ни одной плода. Но когда пришла весна, а мелкие вообще не сыграл, вот эти вот, манжурши у них сильно много было, а муров было много, тоже лежат, не мешают, вот. Они взяли и всё стаскали в четыре такие кучи. Учём ошибки нет, это королевский. Здесь не было ни одного плода. Это значит, что каждая косточка за 5-10, а в 50 метрах росли те же амуры и манжурцы, так, были перенесены сюда каждая косточка, и в течение зимы они были съедены. Это всё разгрызено. Там неровно, это не расколот, а разгрызено. У меня есть фотографии более такие, подробные. Вот это, пожалуйста. Ещё один минус. Вот вам и закопка. Вот вам и это. Хотите иметь здоровый саженец? Надо, наверное, покупать тогда больше, чем рассчитываешь, потому что, ещё раз говорю, или ты их сгноишь, вот, или мыши съедят. Куда крестьянину податься? Вот так вот. А теперь попробуйте ЭГЭ. Меня, допустим, позвонят с академиума, скажут, давай-ка, ну ты такой умный, ну ты из себя строишь, пальцы гнёшь, только давай-ка, составь ЭГЭ. Вот, мы тебе дадим миллион долларов. А я отвечу, я откажется от миллиона долларов, потому что невозможно составить ЭГЭ при таких условиях. Просто это всё надо знать. И вот когда это всё надо знать, так, вот, это что означает, когда надо знать, это значит, что вы их уже будете заказывать. Несколько раз больше, чем собирались. И никуда вам от этого не деться. Потому что, если у человека, он, это вот, те, которые тут облицут, там же немного, вы видели? Это небольшой был заказ. Просто он тщательно всё, дни сосчитал, всё сосчитал, всё это, проценты сосчитал. Вот. А по-хорошему, если бы он заказал, допустим, ну там, 300 кусочек, 500, при всех неудачах у него всё равно бы сад состоялся. А потом, сомневайся, фильмы смотреть долго и не хочется, ну тогда это, разбей, половину посади, под осень. Я ещё закончу разговор этот, знаете, чем? Я его, по-моему, ни разу на вебинарах ни этот пример не приводил. Я боюсь повторяться? Вот. Хочется всё время что-то новое сказать. Примеры были такие. Я начинал, как все, садил под осень. Я посадил тысячу косточек. А я всегда привык тысячами мерить. так вот. Ну, чё, я же не покупал, они мне как бы даром достаются. Вот. Я посадил тысячу семян уссурийской груши. Вот. Несколько лет я перекопано. Так. Ладно. Копано, перекопано. На второй год зашла, я снова с деньгами, с питомником, я уже угорился с завода. вот так. Проходит пару лет. Снова мне нужны семечки. Я сажаю груши. Опять под зиму. Я долго шёл к классификации. Возиться с ней, ещё чего. Побольше посажу. Опять посадил не меньше тысячи. Не взошла ни в следующий год. и на второй год не взошла. Почему? А остальные это годы. Такое же, вероятно, такое, что полностью, такое ощущение, что все до единой сходили. Вот. И были там антидетические случаи, когда взял, песком посыпал, чтобы лучше сходили. А кот пристроился. Представляете, грядка посыпали жёлтым песком, и он, давай ходить в неё. Вот. Что вы думаете? Уже гоняли этого кота и отучали. Бесполезно. А куда деваться? Он всё равно туда ходит. Жёлтый песочек ходит. А он был сверху этих семян. Хорошо, дружно взошли. Хотя, я лапами всю перекопал. Вот так бывает. Но это я в единический случай рассказывал, чтобы немножко атмосфера не была сильно грустная. Вот и варианты. Как у меня я собрал коллекцию абрикосов этих самых. Помните мой рассказ? 1500 котчик посадил, 170 зашло. Ну, мне их за глаза хватило. Раз. А главное, зашли те, которые при прочих равных условиях, они же сухие садил. Я никогда не замачиваю. Ни весной, ни осенью. Я сухие садил. А почему взошло 170? Они все с одного дерева были. С этого же манжурца патриарха. Зато они прошли отбор, теперь это их родина. Результат вот перед глазами мышей кормили. Видели? Вот сколько я наговорил. И отбивайте свой заказ на осеннюю посадку и весеннюю. Весеннюю чуть стрессируйте два, пару сроков. Допустим, один срок по железу, один по справочнику. Вот. храните допустим одна баночка допустим в одном холодильнике, другая в другом. Чтобы где-нибудь все равно условия разные. Третья погребе. Ну, в общем, поняли, это.